Как сдержать рост цен на продовольственные товары в населенных пунктах? Эту проблему окружные власти решили путем принятия нового проекта постановления, в котором утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в доставке организациям потребительской кооперации. До января 2016 года в Ненинском округе существовал особый порядок предоставления субсидий на доставку продуктов в населенные пункты. Субсидии распространялись на все субъекты предпринимательства. В прошлые годы всегда были неограничены группы получателей, и МОП, и МИП, и муниципальные предприятия претендовать без всяких вопросов. В этом году был принят закон отдельно окружной о развитии потребительской кооперации в Ненинском округе. В нем написано, что из окружного бюджета предоставляются субсидии на определенные цели потребительским обществом. И в развитии этого закона, закон о бюджете включили в данную норму, о том, что у нас получает общество субсидий. Данный порядок разработан только в рамках исполнения этой нормы закона. С 1 января 2016 года мерой государственной поддержки могут воспользоваться только организации потребительской кооперации, проработавшие на территории округа не менее трех лет. Это связано с тем, что количество желающих воспользоваться субсидией растет, но не всегда ее получатель оказывается добросовестным поставщиком. Один из предпринимателей, имея торговых площадей меньше, чем или сопоставимо с подъемом обществе, выплаты составляют в три раза больше. Как мы можем это проконтролировать? То есть мы видим только фактически документы оборотов. То есть не кассовые, скажем так, или фискальные. То есть он предоставляется только за счет товаро-транспортных накладных. И здесь очень большая вероятность, я думаю, что это даже вероятность близка к 90%, что фактически идет просто-напросто торговля бумагой. Новый порядок позволит избежать фактов мошенничества и эффективнее расходовать бюджетные средства, которые в данном случае прежде всего выделяются для сдерживания роста цен на товары первой необходимости, реализуемые на селе. Размер субсидии не изменился. Это 80% от затрат по доставке. Исключение составляет транспортная доставка продовольствия на острова Колгуев и Вайгач. Там будет субсидироваться 95% затрат. Еще более высокая доля, 99%, будет компенсироваться, если речь идет о транспортировке продукции местных товаропроизводителей. У нас цены немножко иные здесь, поэтому мы здесь по конкуренции говорить не будем. Наша задача – доставить продукты по ценам, которые в среднем по пылью. Господдержка предприятий по требкооперации обеспечит сдерживание цен на продукты первой необходимости. Их перечень состоит из 19 позиций. Это мясопродукты, масло, макаронные изделия, чай, сахар, молоко, сыр, овощи, фрукты и прочее. Предельная надбавка устанавливается для каждого муниципалитета управлением по государственному регулированию цен Ненецкого округа.